Неделя в городском округе традиционно началась с оперативного совещания в администрации. Руководители силовых структур, а также сотрудники органов местного самоуправления отчитались о проделанной работе. О самых значимых событиях минувшей недели расскажет Адам Троян. Почти 3000 обращений граждан, 310 ДТП и 77 уголовных дел, из которых почти все раскрыты по горячим следам. Такой выдались предыдущие две недели для люберецких стражей порядка. Личный состав работаем в усиленном варианте несения службы, оказываем сотрудникам Москвы помощь в чемпионате мира по футболу. Никаких резонанских преступлений в районе не было. Не менее насыщенным этот период выдался и у местных огнеборцев. Спасателям предстояло выполнить 90 выездов по сигналу тревоги и ликвидировать 4 возгорания. Три из них произошли на территории городского округа Люберцы. В субботу произошел очередной пожар у нас, который пошел у нас разряд загорания. За территорией завода Ухтомского, улица Красная, дом 19, город Люберцы, двухэтажное неэксплуатируемое здание. В течение практически 8 часов удалось его ликвидировать. И хочу говорить, что это загорание не единственное. Они происходят в течение этого года, уже раз 5 выезжали на него. Неспокойными последние две недели оказались и у сотрудников жилищно-коммунальной сферы. В Люберецком округе произошло 6 аварийных ситуаций. В поселке Томилино обрыв электрического провода. Без электрособжения остались администрации поселок Томилино, управление ГО и ЧС. Электрособжение возобновлено в полном объеме. Также руководитель управления ЖКХ доложил, что в округе продолжается реализация программы «Мой подъезд». На сегодняшний день из 1329 входных групп отремонтировано более 400 подъездов. Это 30% от запланированных на 2018 год. Кроме того, в Люберцах полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. На территории города Люберцы 2067 многоквартирных домов. На сегодняшний день запланирована подготовка 272 дома. Работы выполнены в полном объеме. Оформляется паспорта готовность к отопительному периоду. В соответствии с упрежденным графиком выполнена подготовка 12 котельных. Помимо этого в городском округе проводились работы по ремонту дорог, обустройству пешеходных переходов и ограждению светофоров. А силами управляющих компаний на дворовых территориях было ликвидировано 62 ямы. Также в Люберцах установили столбы освещения на аварийно-опасных участках. Анна Троян, Петр Пономаренко и Александр Дегурко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.